Здравствуйте! В классе число девочек относится к числу мальчиков как 5 к 8. Другими словами, на каждые 5 девочек приходится 8 мальчиков. Если в классе всего 65 учеников, то сколько тогда в нем девочек? Интересная задачка. Нам дано отношение количество девочек к количеству мальчиков. Но у нас спрашивают, сколько девочек в классе. А всего в классе 65 учеников. Нам нужно знать не только отношение числа девочек к числу мальчиков. Нам нужно знать отношение числа девочек к общему числу учеников в классе. Как мы можем найти это отношение? Начнем с отношения числа девочек к числу мальчиков. На каждые 5 девочек приходится 8 мальчиков. Сколько всего учеников должно быть, чтобы среди них было 5 девочек? На каждые 5 девочек в классе должно быть 5 девочек и 8 мальчиков. Всего 13 учеников. Я всего лишь к 5 прибавила 8 и получила 13. Количество девочек относится к общему числу учеников как 5 к 13. Это значит, что в каждой группе из 13 учеников есть ровно 5 девочек. И я думаю, мы уже готовы ответить на вопрос, сколько девочек в классе, в котором всего 65 учеников? Всего в классе 65 учеников. И теперь у нас не одна группа из 13 учеников. У нас всего 65 учеников. А сколько групп по 13 мы можем образовать из 65? На какое число нужно умножить 13, чтобы получить 65? На 5. 5 умножить на 10 – это 50. 5 умножить на 3 – это 15. 50 плюс 15 – это 65. Все верно. 13 умножить на 5 – это 65. Число 65 можно представить как 5 групп по 13 человек. У нас есть 5 групп по 13. И в каждой такой группе 5 девочек. 5 девочек в одной группе умножаем на 5 групп и получаем всего 25 девочек. Таким образом, если отношение числа девочек в числу мальчиков равно 5 к 8, а всего в классе 65 учеников, то тогда девочек в этом классе 25. Мы решили задачу. А на этом все. До скорых встреч! Справедливость Продолжение следует...